Добрый вечер всем! В эфире Хард Ток и события недели мы обсуждаем замом генерального прокурора, руководителем спецпрокуратуры Назаром Холодницким. Здравствуйте, Назар! Добрый вечер! Добрый вечер! Ну, я знаю, что вы к нам пришли первыми, это ваш первый большой эфир, и я благодарю вас за доверие. Я как всякий журналист, всегда мне приятно, когда ко мне приходят первыми. А начнем с такого, может быть, одного из самых резонансных событий этой недели, с событий, которые связаны с пасечником, с чиновником, с топ-чиновником «Нафтогаза». Итак, опубликовано подозрение, которое НАБУ предъявило пасечнику, оно объявлено вслух, и там было много интриг, кто он явился на допрос, кто не явился. Ну вот, и события последних дней, так сказать, связаны с тем, что у вас он был, и сейчас вы расскажете, что он вам говорил, а НАБУ выдвинулось, по сути, ему три обвинения. О том, что пасечник готов, так сказать, работать на посаде заступника министра, да, вот, о том, что им подготовлен пакет документов для прозначения на посаду, и про то, что Каноненко ему предложил должность, согласовав ее с ее ценником. Ну вот, вопрос у меня к вам такой. Почему вы верите двум первым сообщениям, и по ним возбуждаете дело? А почему вы не проверяете третье, которое связано с Каноненко? Почему Каноненко тоже не обвиняется так же, как и пасечник? По-перше, никто не сказал, что мы не проверяем Каноненко. Досудовое следствие указано окременное проведение, которое было начать за заявкой министра Бурмановича, тривая. Проте, эпизод с пасечником – это одна из частин, у нас уже достаточно данных, вы оголошено подозра, и сейчас будем, надеюсь, что пасечник, который, ваше вопрос, что он нам рассказал, который вчера на 15-63 Конституции Украины не отмывался от дачи показов в НАБУ. А подождите, вчера он говорил на программе «Зеркало», «Черное зеркало», совершенно другое, то есть он не давал показания вчера в НАБУ. Как мне доповели прокуроры, процессуальные керевники указанного проведения, пасечник вчера в НАБУ отмывался на 15-63 Конституции Украины давать показы, сказал, что он с дороги стомлен, ему нужно часа подчасти, набраться сил. Мы его заявку приняли, и потом, конечно, для меня, как и для антикоррупционного прокурора, как и для «Звучайного громадина», было очень интересно увидеть его на эфире на телеканале «Интер», где он досыть бодьоро выглядывал и досыть бодьоро комментировал все обстоятельства. Ну, потому что для многих наших политиков и чиновников это релакс появление в телеэфирах. Поэтому, хорошо, а скажите, пожалуйста, вот я хочу уточнить момент, связанный с Кононенкой. Действительно ли Кононенко был тем человеком, который рекомендовал, ну, опоследованно, пасечника на должность замминистра? На даний час у нас даних, что дійсно Кононенко причетний до эпизоду с пасечником, особисто немає. Но это не означает, что это проважники, которые начали за заявами министра Бурмановича, это есть другие эпизоды, и до этого следствия у них тривая. Поэтому какие-то висновки в загальном картине еще робите рано. Пасечник – это один из элементов, где, как я сказал, ни НАБУ, ни антикоррупционная прокуратура не будут никого прикривать, какие-то хештеги, такие могут быть, есть особи, есть достаточно данных, мы их собрали. И действительно мы понимаем, что эта статья, которую мы инкоррупционируем по пасечнику, это первая такая подозра в Украине за цей статьей. Фактически до этого часа статья была мертва. Но мы новостворены органы, мы будем начинать и новую практику, зокрема. И люди должны понимать, что будь-який их вчинок, в том числе всякие переписки в интернет-ресурсах, или какой-то реально влияние, или тиск на державного діяча, тем больше диспозиция статьи 344 чётко говорит, что незаконный вплив на членов Кабміну в любом форме. Повинен нести за собой наслідки. Ну, я тоже думаю, что они распустились насчёт Вайбера. Они должны... рестораны для этого существуют, где можно всё обсуждать. Вот ещё одно уточнение небольшое. Вы говорите, канонинка не причастен. Ну, вы знаете, вот я лично пасечника не знаю, но мне кажется, что вряд ли любой, даже топ-чиновник вот таких компаний, как «Нафтогаз» и другие, сам возьмёт на себя смелость, вдруг там заявляют, что за него подписался, там, я не знаю, член администрации президента, или человек из команды президента. Кто-то же был, ну, был не канонинка, а был какой-то другой человек, который лоббировал пасечника на эту должность. Я говорю, что канонинка не причастен до тих или других событий, но сам по этому эпизоду до судового следствия на данной стадии не имеет подтверждения того, что канонинка впливал, или был причастен до лоббирования пасечника на посаду заступника министра. Но это не означает, что следство зупину. Это эпизод, который будет выделен из этого проведения, но самая проведения до судового следствия триватима далее. И мы дальше работаем в этом направлении. Поговорим о реформе прокуратуры. Когда был ваш коллега здесь, не так давно на эфире, Артем Сытник, он говорил о том, что вот эти пресловутые 10 тысяч дел, которые передала вам прокуратура, ну, абсолютно большинство из них вернули назад, и оставили себе только несколько десятков дел, и будете уже, к вам будут поступать новые. Так вот, я хочу вас спросить вот что. Каким образом спецпрокуратура проводит работу относительно поиска криминальных дел, вот, по проведениям высокопосадовцев, которые в свое время были закрыты за взятку, или которые в свое время были нечестными прокурорскими работниками припрятаны? У нас много было таких дел. Есть ли вот такая работа? Существует ли она? Такая работа ведется. Во-первых, мы получаем информацию из разных реалов. Вы понимаете, что где-то есть прихована справа по сторонам, или прихована крайняя проводка, или закрыта. Все равно есть те, что и другие, скажем так, незадоволенные стороны, которые рано или поздно нам про это скажут. Плюс мы ведем свою работу. Есть аналитический отдел, который работает и в НАБУ, и в антикоррупционной прокуратуре. И сейчас мы уже эту аналитическую работу досыть так широко развиваем. Вот, как и штат набранный, принайменно, аналитическому отделу нашего. В НАБУ, этот штат уже досыть тривалий час, працует. Поэтому этот процесс тревает. Мы уже потихоньку эти проведения и в Генеральной прокуратуре, и в других правоохранных органах потребуем. Назар, идет реформирование низового пока что звена прокуратуры. И хочу вам задать вопрос, который со мной делились с этими сомнениями профессионалы. Я хочу просто ретранслировать. Почему вместо того, чтобы выбирать кандидатуру из трех-четырех лучших кандидатов на пост местного прокурора, после, так сказать, комиссии, которая остается, конкурсной комиссии рекомендовали генпрокурору все-таки кандидатов из 16 финалистов. Для того, чтобы была возможность выбирать тех, которые там на местах больше подходят, которые лояльны, которые кумовья, которые свои. Или как? Я так не думаю. По-перше, Генеральный прокурор на посаду керевников выбирал только из трех кандидатов. Тие 16, которые вошли в конец конкурса, потому что я так литковал за этапами этого конкурса, они пройшли за результатами первых двух тестов. Илья вопрос, до співбеседей, до ней много нареканий в суспільстве и среди членов комиссии. Но, в целом, если сказать, что кандидаты были, их много и лоббировали на местах, я бы так не говорил. Есть вопросы по проведению конкурсу. Можливо, не такие результаты, которые ожидает общество от этого конкурса. Но в этом также есть определенные чинники. Это, в частности, и зарплата. Адже, как керевник специализированной коррупции, я, например, задоволен теми зарплатами, которые есть у моих подлегных. И я теперь маю морально и юридично право у них вимагать результатов для государства, как и от себя в том числе. Но я, кроме того, что я заступник генпрокурора Украины, и меня, например, очень бентежит стан зарплатами на местном уровне. Адже, вот, зокрема, недавно вчера вийшла публикация, цікаво, порівняння. Вы знаете, что прокурор местной прокуратуры отримает меньше зарплату, чем, извините, касир в туалетах на Басарабском рынке. Вот в чем проблема. Я вам скажу, честно, я не в курсе, сколько там касир получает. Ну, касир больше по тих документах, которые были опубликованы, и, в прокурорах Украины, это группа в Фейсбуке, и подтвержден. Касир там отримает больше, чем прокурор местной прокуратуры, который поддерживает обвинение, которое отвечает за доли людей. Понимаете? Это проблема. Приходили к вам какие-то сведения, какая-то информация о нарушениях и незаконных действиях при проведении конкурса на места прокуроров? Нет, такой информации у нас не было. То есть везде так все прямо гладко прошло? Нет, не гладко. Есть, сколько я знаю, конкурсы на местных прокуратурах, деякие, наверное, еще триваются судовые заседания, судовые тяжбы. Кто-то спорит результат. Но если брать, например, конкурс на специализованную прокуратуру, которую я уже проводил, как член комиссии, и порядок, который будет подтвержден, то мы набрали первых 13 людей, прокуроров, в САП. И ни одного судового поза в результате конкурса не было. Ну, и, насколько я знаю, есть претензия лично к вам. Нардеп Игорь Луценко писал себе в Фейсбуке и говорил там где-то, по-моему, еще в эфирах. Он является членом конкурсной комиссии по назначению прокурора спецпрокуратуры. И вот он утверждает, что месяц назад вы отказались учесть его голос, проигнорировав даже его депутатское заявление. Таким образом, он ставит под сомнение весь результат конкурса. И, скажите, готовы ли вы, если Игорь Луценко подаст в суд, например, готовы ли к процессу по этому суду? Ну, я не понимаю, почему Игорь Луценко так это принимает. Там ситуация была проста. Игорь Луценко просто в тот день, когда проводился конкурс, у нас четко в порядке прописано, что заседание комиссии проводится открыто, публично, и идет запис в Ютубе, то есть на видеокамеру. Игорь Луценко, это был тот день, когда голосовали за отставку премьера, и Игорь Луценко в этот день не смог появиться на заседании комиссии. А потом, когда уже комиссия, но форм комиссии был, поэтому конкурс отбылся. Потом уже надошла до него письмова заявка, что я десь там нашел час подивиться записи кандидатов, и я побачил, что я хочу, чтобы мой голос зараховали. Но не можно зараховывать, потому что тогда как раз будет подозрано какие-то элементы коррупции и нечестностей. Когда человек не был на комиссии, физически не была присутствия, но кворум был, и начинается перезарахование голосов и какие-то такие моменты. Поэтому ему была дана ответственность, что не передбачена, скажем так, виртуальная участь члена комиссии в заседании. И именно поэтому, действительно, его зрение было, мы дали ему ответственность. Я, например, тут ничего незаконного не вижу, и вважаю, что наша ответственность, ответственность головы комиссии, Довганя Андрея, есть обрунтованная. То есть вы считаете, что если вы учли голос Игоря Луценко, вы бы нарушили закон? Я вважаю, что так, потому что его физически не было, и тем более, что там просто стала ситуация, кандидата, за которого он выдавал голос, он на комиссии набрал пять голосов, и ему не хватало одного голоса. То есть эта ситуация меняла в корне решение? Эта ситуация меняла не то, что в корне, она меняла решение, что один кандидат получал бы шесть голосов, и таким чином комиссия могла бы его рекомендувать на посаду, понимаете? И он бы проходил, скажем так, конкурс. А вы не хотели, чтобы он проходил? Нет, я не мог не хотеть, но если есть процедура, если человек должен принимать участие, чтобы быть лично присутствием на заседании комиссии, то она должна быть лично присутствием лично. И корм был. А вот если у человека нет, и потом начинается перезарахование голосов, и она набирает тех необходимых шесть голосов, чтобы ее потом признать на посаду, то есть вопрос. Еще один вопрос вам, как руководителю спецпрокуратуры. При проведении финального конкурса победили вы. Второе место занял тоже очень известный человек Грещук, который в БАТО воевал. И третье было у Александра Новикова. Но его не назначили, ни на какую должность. Для него не нашлось ни даже начальника управления, ни начальника отдела. Почему? Если человек тоже сильный, и он был третьим. Ну, выбор Грещука, например, ни у кого не вызывает сумнів, и у меня так же. Я вважаю, что это правильный выбор. Я в последних 100 дней работы антикорсионной прокуратуры, я свою думку не изменил. В приводу Новикова, дальше надо смотреться, комиссия его подалее не рекомендувала. А БАТО рекомендувала, то он набирал меньше голосов, чем другие кандидаты, которые пропонировались в третий. Комиссия вам не рекомендувала человека, который занял третье место на конкурсе? А там надо подивиться, она рекомендувала, но там тогда выбор из тех трех, которые я выбрал. Мой выбор был на тех или иных людей. И там, я помню, в каких комиссиях, в каких пропозициях, Новикова уже набирал меньше голосов, чем на предыдущем на керевника. Как вы собираетесь обеспечивать людей жильем, у вас есть же достаточное количество сотрудников, которые приехали в Киев, которые не являются... Ну, у них здесь нет квартиры. Из 24 людей, которые сейчас работают в антикоррупционной прокуратуре, 18 – это приезжие из разных регионов, от Львова до Луганска. Забеспечения житлов, скажу сразу, никак. Потому что у людей есть достойные зарплаты. И они будут все снимать жилье. Зарплата прокурора, я еще раз повторю, это сумма не есть секрет, близко 50 тысяч гривен дозволяет в Киеве, або где-то, не скажу, не в центре, но в ближнем центре, или на окраине. Я сам же, например, проживаю в Ушнеме, я в Киеве не проживаю. И дозволяет снять достаточно непоганую квартиру без ущерба, скажем так, семейного бюджета. Чиновники, особенно прокуроры, это вот такие люди, такая должность, которая не позволяет людям очень часто в эфире говорить все, что они знают и думают. Или там журналистам, или еще что-то. Но очень часто, как теперь принято говорить, слив информации идет в социальных сетях. Идет. И если журналисты хотят что-то такое жареное получить, они там заходят на какую-нибудь тусовку, типа прокурора Украины, и там еще много такого, что они не могут сказать слух, но говорят под никами разными и так далее. Как вы оцениваете вообще вот эту историю? И участвуете ли вы сами в этой истории? Ну, понимаете, мы живем в 21-м столетии, и те моменты, которые были неизвестны в 20-м столетии, понимаете, никто в 60-х годах не знал, что такое рабочий стіл, мишка и как нею пользоваться. То есть, что у нас сейчас есть в 21-м столетии, они даны на часу, даны на моде. Но вы участвуете? Я участвуете ли вы только в Facebook. В любые мои аккаунты, в Одноклассниках, ВКонтакте и других, это все фейки. Только в Facebook, там есть моя официальная сторинка, я ее переглядаю, веду, скажем так. И я в Facebook есть, и в том числе и в группе прокурора Украины я так же есть. Очень много разговоров о том, под, так сказать, чем влиянием вы находитесь, в чьей орбите вы крутитесь. Считаете ли себя морально обязанным президентом за то, что вас назначили на высокую должность, за то, что вам вручили генеральское звание? Очень много спекуляций по поводу генеральского звания классного чина, если правильно. Во-первых, никаких обязанностей, ни моральных, ни етичных, ни юридичных перед президентом, ни перед генеральным прокурором не имеет. Я, честно, я вважаю, честно, и это все, Нико Сумменикаев выиграл этот конкурс. Я прошел все, скажем так, кола пекла, все этапы выбора. И никаких обязанностей, ни перед ким у меня нет. Я, как я сказал 1 грудня на першой прес-конференции в Генеральной прокуратуре, Назар Холодницкий – это человек Назара Холодницкого. И ничего с этого времени не изменилось. И по тих проведениям, которые мы уже работаем, уже можно проследовать, что нема индуторканих. Потому что есть и люди приближеные до одной фракции, и до другой. И так будет дальше. Потому что коррупция, на жаль, у нас не является, знаете, приоритетом будь-якої фракции, или политической партии. Некоторые эксперты говорят, что вы очень часто общаетесь так же и с Шокином. Общались, ну, по крайней мере, когда он был Генеральным прокурором. И часто были в его кабинете, и так далее, и так далее. Насколько это совпадает с действительностью, с вашей точки зрения? Виктор Шокин еще доси є Генеральным прокурором Украины. Ну, он уже подал в отставку, вроде как. Но он еще подписывает документы, мое право подписывать документы. В том числе, например, и отстранение судов. И с 17-го, по-моему, он из отпуска уже возвращается. Не готовы сказать, это запитайте в Генеральный прокурор. Я не следкую за его отпусками. Как это вы же его зам? Вы же должны знать, когда шеф вернется. Не знаю. Я такий зам, что я не знаю. Я, до речи, единый заступник Генерального прокурора, у которого нет своего кабинета на Резницкий. Чтобы вы понимали, единый. Подальше от начальства, поближе к кухне. Так, кухня нас горячая, то не треба визнати. Но с Шокином, действенно, спелкуемся, в Груді, например, были достаточно частые спелкувания, потому что выникали питания ризного органуационного характера. Компьютеры, примещения и так далее. Это без таких питаний организацій работы антикоррупционной прокуратуры, чисто таки организаційные, хозяйственные, если хотите. Да, действенно, без дзвенка или поднятя трубки Генерального прокурора, дать вказанку начальнику відповеденного подраздела Генерального прокурора, не обейдаешься. Что касается вашего сотрудничества с активистами, Артем Сытник, будучи в эфире, сказал, что он абсолютно убежден, что это две разные истории. Работа НАБУ – это работа НАБУ, а работа активистов – это вот там есть для этого улица, есть для этого эфира, есть для этого блоги и так далее. Но говорят, что Виталий Шабунин у вас очень часто гость. И поэтому я хочу вас спросить, почему пасечнику нельзя влиять на Абрамяеву часа, а Виталию Шабунину на НАБУ можно? Виталий Шабунин, чтобы вы понимали, в меня был, может, два раза за весь этот час. Ну, что не то, как вам ходят. Давайте хорошо уточняем. В антикорупционной прокуратуре Виталий Шабунин был не больше двух-трех раз. Я даже точно один раз помню, что сверху приносит особой СТО, и уже познайомится, скажем так, не член комиссии. И потом, снова же таки… То есть вы разделяете все-таки работу активистов, и их желание, и их лабирование? Не можно поединить работу государственного органа с работой активистов. Активистов, я их поважаю, потому что у них иногда и очень часто есть очень интересная информация, которая может стать и иногда и очень часто основой для криминального проведения, поэтому их не чути – это неправильно. Но чтобы они просто, знаете, выделяли им кабинет в антикорупционной прокуратуре, абсолютно неправильное трактование, я этого не допущу. Вопросы, несколько вопросов по таким горячим делам. Ну, бурштинный скандал. Сегодня был блог Дениса Казанского. Очень много зрителей пишет, что почему НАБУ не обратит внимание на то, что вся Украина опутана вот этой бурштинной мафией, и что ее крышует МВД, ее крышует СБУ и так далее. Что вы по этому поводу думаете? Действительно, могло ли быть вообще существование всего этого, если бы офицеры СБУ и МВД это не крышевали или не участвовали в этом? И будете ли вы этим заниматься? Пытание о бурштину, дейсно, уже есть в поле зору НАБУ и антикорупционной прокуратуры. Первое, второе, это вопрос на государственном уровне. У нас есть государственное предприятие Украинской бурштин, которое я помню, которое чему-то банкротит. Чему-то у него постоянные борги, его чему-то постоянно нужно банкротить, приватизировать. То у нас на второй раз был убыточным очень много лет. Да, понимаете. Поэтому, первое, это на государственном уровне визначити. По-друге, по бурштину, мы уже два месяца с Ситником я надеюсь, что уже наступного тижня все питания по порядку передачи, по порядку выполнения решений постановки Антикорупционного бюро про передачу этих проважений. Я думаю, что они будут выречены. Після сегодняшней Ради мы нашли певный конструктив. И я думаю, это питание уже наступного тижня знимется. Министерства, которые влияют на экономику страны. Я так скажу. Потому что будь-який слава... Экономику, энергетику. Я это все отожнюю. Для меня экономика в широком значении. Это и энергетика, и финансы, и нафтогаз в том числе. А журналисты и народные депутаты пишут о том, что Экос Гуладзе не появляется на работе. Это постоянно этот вопрос мусируется, будируется, что она иногда только прилетает из Парижа и так далее. Если это так, может ли НАБУ проверить? Потому что есть же пограничная служба, которая отвечает на запросы и так далее. Можете ли вы проверить это? И достойный ли вообще этот факт служебного расследования? Я думаю, про вопрос о перебывании на работе первого заступника министра внутренних справ нужно спрятаться перед Арсеном Авакова, министра, діючего министра. Официально она есть на сайте, а официально ВД отвечает, что она есть постоянно в Киеве. Значит, если она в Киеве, то нужно это спросить в министерство. То есть, если у нас будут конкретные заявления с приводу каких-то коррупционных чиновников, в том числе и ВВС, мы, конечно, что будем их проверять? В январе этого года Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против топ-менеджмента Артема Соли. Это такое большое дело, которое вроде бы принадлежит братьям Клюевым. Подозревая их в обслуживании интересов перекупщиков. 11 февраля были обыски. Как сейчас продвинулось за три месяца это дело? Даже не за три, тут два месяца прошло. Но как продвинулось это дело? Какие результаты мы сможем в ближайшее время увидеть? По Артему Соли действительно очень интересная ситуация получается. Я скажу так, это перспективное проведение. Вы бачите, вот вы назвали Артем Соли, который принадлежит братьям Клюевым, по слухам. Но насправдите державное предприемство. И что там роблять хэштег братьев Клюевых? Я хочу вам один только вопрос задать. Скажите, вот для вас, как для антикоррупционного прокурора, разве секрет, что у нас практически все государственные предприятия разобраны под влияние больших людей? Кто-то энергоатом пасет, если можно так выразиться, кто-то нафтогаз, кто-то еще что-то. Вы же знаете об этом? Потому что именно для этого созданы новые антикоррупционные органы, чтобы все эти институты смотрящих, как вы говорите, пастухов, чтобы их прибраться, чтобы единым пастухом это была украинская держава и украинский бюджет. И действительно мы сейчас, и Артем Соль, это один, до речи, из тех проведений, которым можно навешать хэштег справа щодо Кабміну. Это так. Розумієте, это... Слідство там триває, оно достаточно перспективное, чтобы вы понимали. И на разе действительно... И не можно за два месяца, я говорю, я же это неодноразово заявляв, за два месяца не можно разворушить цю поводину тих схем, которые будывались не подчаток незалежности. Они еще раньше начали строиться, десятилетиями. Но что-то надо начать. Так выпала доля, так, наверное, Бог решил, что Ситник и Холоницкий – это те, кто сейчас начнет это делать. И мы это делаем. Мы начинаем с нуля. Мы действительно стыкнулись с проблемой створения новостворенных органов. До речи, сейчас так же ДБР ждет. Вот им тоже будет тяжело. И я хочу поделиться, как это будет триваться. Насар, а вот многострадальное житомирское ласаще. Ну я просто не могу вас не спросить, потому что там предприятие закрыто, и 2000 человек находятся просто за бортом. Они не работают за бортом. И пишут, и просят, и даже мне сегодня звонили, просили, пожалуйста, какие-то незнакомые люди, не знаю, где взяли мой телефон, спросите же, что же будет в житомирске, мы хотим работать. Когда это дело будет в конечном итоге, так сказать, уже передано в суд? Питание житомирского ласаще дейсно было на подставе тих всех подій, которые происходили в грудне месяце, как я помню. В антикорсинском бюро было начать проведение. Это, снова таки, проведение под хештегом одного из нардепов, понимаете? И мы проверяем причестность и народного депутата. Речи Пашинскими, насколько я понимаю. Вы все правильно понимаете. Ну, это просто уже достойное общественности, поэтому, да. Такая ситуация, нам так получается, что все проведения, которые у нас есть, почти все, получают свой хештег. Мартиненко, Кононенко, Пашинский и так далее, понимаете? Клюевы. Мы с этим боремся. И там, действительно, там следствия тривая. Там есть певные ситуации, певные вопросы по регистрации права и такие, и другие по тих же томатских гласточках. Но следствие не стоит. Я понимаю, что люди хотят уже, но это невозможно. Но мы делаем все для того, чтобы показать результат, чтобы закон начался действовать в государстве. Все помнят это эпическое видео. Оно получило такой большой разговор о том, как вы выходите из администрации президента. Так я захожу в администрацию президента. Или заходите, выходите, да. Артем Сытник сказал, когда я опять же был в эфире, уже в третий раз его вспоминаю, сказал, что выходили договариваться о бюджетировании, о бюджете. И это очень удивило меня, потому что, ну, вроде бы, вопрос о бюджете у нас президент не призван решать. Почему самостоятельный антикоррупционный прокурор должен ходить к президенту, чтобы выбивать у него бюджет? Как вот вы можете прокомментировать эту историю? Дуже просто. По-перше, это действительно было за два дня до голосования в Верховной Раде бюджету. И когда я пришел на посаду, я даже не мог подумать, 1 или 2 грудня, что у нас будут проблемы с бюджетом. Потому что все рассказывали, что бюджет есть, вот иди и працуй. Байден приезжал, рассказывали, розумієте. А потом, когда 11 грудня внесли бюджет первый, появляется, там ничего не имеет. Тобто, шукайте свои 74 миллиона в тих 3 миллиардах ГПУ. Если бы я сидел и ждал себе в кабинете... Довго бы шукали там. Довго бы шукали и довго бы чекали, розумієте. И конкурс бы мы не проводили, розумієте. И люди бы не мали этих зарплат. А президент, який представлені мене генеральним прокурором, тоді 1 грудня, він публічно пообіцяв підтримку всім починанням антикорупційної прокуратури. Президент в себе на з'їзді БПП, пам'ятаю, коли стало це питання, що немає фінансування, заявив, що це помилка. І як людина, яка відкрито запропонувала мені підтримку, без жодного підтексту. Я, звичайно, що я, коли бачу, я до останнього чекав, гласування було 24 грудня, 25 грудня. Я чекав за два дня. Ну, немає, всі все говорять. Назар, а правда, що за два дні до вашого назначення ви були в адміністрації президента, і у вас був розговор з президентом? Неправда, абсолютно. Тобто, нічого не було, ніяких інструкцій не получали. Я пам'ятаю, цей день, це була п'ятниця. Я, между прочим, один із нардіпов це сказав. Нардіпи вміють багато чого говорити. Я вам скажу, 27 грудня, це була п'ятниця, коли я знав, що ми з Грещуком двоє вийшли, я просто поїхав додому, і субота ціла. Я телефони свіп виключав, бо я розумів, що буде творитися. Потім, коли я включив, подивився пропущень невідомі. І до понеділка, коли нас покликали до генерального прокурора, у нас двох перший, наскільки пам'ятаю, Максим був на 11, а я був на 12 годину. Із адміністрації ніхто мені званив? Ніхто, жодного дзвінка, я там не був. До призначення 100%. Я знаю, що ви роботали какое-то время в прокуратурі Крима, і ви знакомі з Поклонській. Ваше личне впечатлення о ній? Тому що визуально в публичному полі она вигляється дуже комично, як якогось персонажа з коміксів. Наш-маш. І ваше впечатлення не як ось профессіоналі, тому що її було на той недію очередне заявлення о том, що хто приєдет із українців в Крим, те все буде в подвалах, і так далі. І ось профессіоналі, як ось ось человекі. Дивіться, я на посаду першого вступника прокурора... І чому, як ви думаєте, вона веде себе як фрік? Ну така є роль в цьому. Почому Жириновський себе веде як... А вона і в прежні часи такою була? Дивіться, я прийшов на посаду першого вступника прокурора АРК, коли прокуратура Криму тільки відновлювалася, скажімо так, почала свій статус в екзилі в Києві, ми так називаємо її прокуратуру в екзилі. І з Поклонську я особисто незнайомий був жодного дня. Я про неї взнав, вже коли був в Генеральній прокуратурі, працював на посаді старшого помічника, першого заступника генпрокурора. І тоді я взнав, що є така Поклонська, яка просто поїхала з Києва і саме проголосила себе прокурором Республіки Крим тоді вже. Це було десь 10 чи 11 березня, не таке пам'ятаю, 14-го року. Я з нею жодного дня не був знайомий, тому оцінювати її професійні якості не можу. Але те, що вона є зрадниця і людина, яка зрадила свою країну, зрадила орган, в якому працювала, це однозначно. Ця людина повинна бути в в'язниці і в неї чисто стаття 111 державна зрада. 20 років в'язнення, тоді подивимося, як буде виправлятися. Як ви думаєте, Поклонська коли-нибудь получить цей срок, який вона заслужила? Я думаю, що так. І ще один питання. Я знаю, ви кандидат наук. Ви займались наукой. Коли ви успіли позаниматися наукой? Вам 30 років. Коли ви успіли защититися? І яка тема була ваша диссертація? В 2006 році я закінчив Львівську національну статтю імені Івана Франка, здобув чоловний диплом з візнакою магістра права і пішов працювати в прокуратуру. В університеті, крім начальної роботи, в мене ще була досить активна позиція. Я був візитутником голови профкому студентів в свій час, на революцію, як на третьому курсі я тоді був. І в мене я був старостою гуртка наукового з історії держави і права заробіжних країн. І в 2007 році я вирішив для себе, що треба поступати в аспірантуру, щоб здобути дійсно науковий ступінь. Хотів перше на кримінальне право. Думаю, ну де я буду ще поступати, як неврідні стіни, які дали мені вищу освіту і викладачі, яких ми не знають. На жаль, тоді в кримінальному праві вже в аспірантуру місця не було набору. А був набор на мою кафедру історії держави і права. Я підійшов до свого наукового керівника. Це був професор Тищик. Він згодом став моєю науковим керівником. Чому? Как ви себе взяли? В 2006 році я поступив в аспірантуру на завоєчне відділення, на бюджет. І тема моя була організація, місце і структура органів прокуратури в системі правоохоронних органів і юстиції США. Історико-управа дослідження. Тоді я досліджую прокуратуру, саме органів публічного обвинувачення в США в контексті історичному. То є ви спеціаліст по американським правоохоронительним органам. Скажіть, якщо іменти в виду разні моделі мирові устройства генпрокуратуры, от какая модель вам подобається більше всього із мирових? Какой ви вважаєте саме ефективний? Саме ефективний? Щоб судити по ефективності моделі, треба дивитися показники і результати кожній з цих моделей. Я не можу сказати, що система прокуратури США може бути стопроцентно покладена в українську систему. По-перше, тому що є там common law, а в нас все-таки континентальне право діє. Але певні позитивні елементи ми можемо звідти почерпнути. Бліц. Може ли НАБУ відкривати справи по публікації в пресі чи по заявлению должностного лиця? Може. Говорять, ви доволі часто посіщали кабінет Шокина. Наскільки це відповідає в действітті? Нечасто. Скільки стоїть ваш автомобіль? Митсубі Сіотлендер. Оріантованість у нас зараз 12-15 тисяч доларів. В якому року ви його купили? Я його купив в 2009 році. С пробігом вже був пробіг около 60 тисяч кілометрів. Не кажеться ли вам, що 170 детективів НАБУ це дуже мало, учитывая повищену складність кримінальних справ, які воно отримує? І скільки треба з вашої точки зрення? Спочатку треба набрати той штат, який у нас передбачений НАБУ, і далі вже будемо дивитися по ситуації. І прокурорів буде мало. Якщо буде мало, будемо хлоптати про розширення штату. Поки що тих штат прокуратури і НАБУ, якщо вони комплектуються, буде достатньо. Потім вже треба судити по результатам, і потім навалу справ, які буде. Я такий прихильник екшенів. Дуже довча дивлюся серіал «СССР» і був в США, а там вони дуже точно відповідають. Не можу коментувати. Верховна Рада і президент, хай вирішується питання. Де ви встрічали Новий год? Не у Львові, в Києві. Новий Різдво у Львові. Понятно. Правда ли, що Международний валютний фонд выделил віддільною строкою грант для вашого ведомства? Неправда. Правда ли, що допомогу все-таки оказывається і обіцяють вам оказывати допомогу? Комп'ютери, автомобілі, ще щось? МВФ. Кто? Уряд США. Кога це можна? З нетерпінням чекаю, не можу сказати строки. Правда ли, що ви їздите на служебній машині Касько? Після його дійсно, коли призначили, дали мені одну службову машину, потім після звільнення Каська, десь через тиждень, просто поміняли водій, сам поїхав, сказав, що нам поміняли машину. Машина та самая «Тойота Кембри». В смысле природа? Ну, от природа конфликта, почему він визник? Ну, можливо, бачення наших грузинських колег і бачення генерального прокурора, який працював в системі прокурори в тиждень часу, є різні. А тому і конфлікт. Ми молоді і, скажімо так, і попередні покоління. Конфлікт покоління. Коли ви в останній раз з'явилися з президентом? В січні, напевно. Що це була за зустріча? Це була нарада, нарада по антикорупційній політиці. Не тільки я там всіх був. Не вважаєте ли ви, що Давіця Кваралидзе, який займає дві діляжності – зам генерального прокурора і прокурора Радської області, що в цьому є некий конфлікт інтересів? Конфлікт інтересів в чому? Ну, тому що зам генерального прокурора курирує одні питання, а людина, який працює локально в області – інші питання. Я скажу так, на мою думку, чинне законодавство не передбачає такого поняття, як заступник генерального прокурора через тереп прокурор області. Тому тут певні, скажімо так, непорозуміння є. Должна ли я розуміти, що це з вашої точки зріння, що ви вважаєте, що це незаконно – займання цієї двох діляжності через тереп? Я вважаю, що тут треба це питання регулювати в правовому рості. Ви не жинат? Нет. Наскільки я знаю. А не жинат також і Сакваралідзе Давіда, і Касько. Моє серце вільне втаном на сьогодні, я так скажу. Що це значить? Так життя складається. Напевно, робота зараз на першому плані, ніж сім'я. Мені на Фейсбук прийшло таке повідомлення. Я скажу одразу, я сьогодні вже підготували листа на виконуючих обов'язків. Я навіть представила себе цей прокурорський полк, який можна вже відправляти на передову. Багато слів, а давайте будемо з'ясовувати. Я думаю, що ця інформація не відповідає дійсності. Тому для того, щоб це перевірити, я звернувся офіційно з листом до виконуючих обов'язків генпрокурора Севрука, Юрія Григоровича, щоб він дав інформацію цей прокурорі. Ну, скільки я точно попередньо знаю, це є десь біля ста чоловік, які військової прокуратури, ну це логічно. Тобто я отримую інформацію, я це скажу так, я це перевірю і з'ясую точно. Мой любимий питання, тому що часто приходиться з вашими колегами і снардіпами на цю тему дискутировати, закон чи справедливость? Тому що всі кажуть, ну що, що це було не по закону, зато це було справедливо. Кожне своє почуття справедливості. І якщо буде застосовуватися різні поняття справедливості, то буде анархія. Ваше личне міння по ділу діамантових прокурорів? Тому що преса розділась на два лагеря і експерти. Одні говорять, що це діло розсыпається, тому що в обмінительному заключенні, яке вже опубліковано, немає там нічого ні про 400 тисяч, ні про то, ні про це. Другі говорять, що це діло, що це діло, хтось там валит прокуратура Шокіна і так далі. Що ви думаєте, як професіонал по цьому ділу? Я як професіонал, я можу сказати, що я не є професіоналом керівником указаного провадження, тому не знаю, які там є докази. Рабунальний акт – це не є ще повністю вся доказова база. Але ви же читали його. Що? Ось це опубліковано біднітний акт. Акт читав. Але на підставі одного акту я не можу зробити висновки про те, що є в справі. Є докази, повинні бути, якщо там є якісь негласні слідчі Рожкової дії, можливо, я ж не знаю. Тому, моя думка як професіонал, справа вже в суді. Я знаю, були спроби адвокатів на засіданні залучити антикоруційну прокуратуру до цих проваджень. А це були абсолютно незаконні вимоги. Тому справа в суді, нехай суд ставить крапку. Будемо слідкувати. Я так само за цією справою слідкую, як і всі громадяни України в телевізійному режимі. Борьба силових відомств між собою – це така історія, яка відбувається во всьому світі. Ми там цілу роман про це читаємо. І там в Європі, і в США, і ще де-то. Як ви вважаєте, сьогодні в Україні, в современій Україні, на цю минуту, є ли взаємодійство між силовими відомствами СБУ, МВД, КПУ? І наскільки, так сказати, вам легко всі вместе працювати? Роботи, працювати, звичайно, нелегко. Взаємодія в тих провадженнях, в тих справах, які поки що в нас є, вона є. Хоча вже є певні побоєння, або в деяких провадженнях у нас вже є питання до наших колег. Ви лично чувствуєте підтримку в своїй роботі МВД, СБУ? Поки що не дуже, скажу так. Понятно. Ну і останній наш традиційний питання – три. Три справи НАБУ, а може бути чуть більше, які в ближайші часи, з вашої точки зрения, тільки конкретно дійдуть до суда? Цей питання задавали дуже багато наші зрители. Все хочуть конкретних результатів. Уже чотири провадження направили, чотири банальні акти вже скеровані до суду. У ще чотирьох провадження виконуються. Що за дела, можете сказати? Суддя Северодонецького міського суду, зампрокурора міста Северодонецька. Це разом адвокат. Це друге провадження, яке ми виділили, бо він перший пішов до суду. Уже призначено на 15-е число, до речі Северодонецького, призначено попередньо судового засідання. Плюс прокурор генпрокуратура, який пропонував хабаря за прослаштування в НАБУ. Він зараз вже виконується в умові циті 290, вже відкритий матеріал. Будемо ждати результат. І других тоже по самым резонансним делам. Що ж, спасибо большое, Назар Иванович. Друзіями, сьогодні в ефірі у нас був главний антикорупційний прокурор України. Человек, которому ми надеємся, що стане таким нашим національним комісаром катання. І що появиться, наконец, структура, яка буде бороться з корупцією по-настоящому. А я прощаюся з вами і говорю то, що говорю обычно. Берегите себе, берегите тех, кого любите. До завтра. Дякую.